Дорогая ипотека. В Дагестане ставка по кредиту на жилье превысила 9%. Дагестан вошел в тройку регионов. С самой дорогой ипотекой сейчас в регионе ставка по кредиту на жилье превышает 9,3%. В антилидерах также оказались и другие республики Северного Кавказа, Ингушетия и Чечня. Кроме того, с начала прошлого года, по данным Центробанка, отмечается увеличение объема выданных ипотечных кредитов дагестанцам. Их общая сумма составляет более 57 млрд. рублей. Похитил более 14 млн. рублей на газификации. В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя республики, которого подозревают в хищении бюджетных денег. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по региону в ходе выполнения госконтракта в селе Нижнее Казанище обвиняемый по СУП-подряду получил на проведение голубого топлива в микрорайоны поселка более 28 млн. рублей. Однако в ходе следствия выяснилось, что стоимость фактически выполненных работ оказалась наполовину меньше списанной на эти цели суммы. Настоящие баталии разыгрались на Ирганайском водохранилище. В Инсукульском районе прошел Всероссийский чемпионат МЧС по водно-моторному спорту. Соревновались сильнейшие инспекторы по маломерным суднам со всей страны. Они показали знания теории, умение управлять плавсредствами, а главное – навыки оказания доврачебной помощи. На самой зрелищной части побывала и наша съемочная группа. Запредельные скорости, брызги воды и дух соперничества. В таких условиях прошел Всероссийский чемпионат по водно-моторному спорту. В этом году соревнования состоялись в Дегистане в одном из самых живописных мест – на Ирганайском водохранилище. Катера, байдарки и гидроциклы. В ловкости и быстроте участники соревновались на разнообразных маломерных суднах. В чемпионате 8 команд победителей из разных федеральных округов. Здесь собрались те, для кого ежедневное патрулирование реки и озер – обычная работа. По итогам всех пяти этапов первое место заняла сборная из Якутии. В этом году мы стали чемпионами. До этого у нас были призовые места. Но, конечно, организация на высшем уровне. Люди здесь дружелюбные, гостеприимные. Встретили. Все отлично. Главное на таких соревнованиях – это время. В некоторых экстремальных ситуациях все решают доли секунды. Единственное отличие сегодня для спасателей – счет шел на конкурсные минуты. А в реальной обстановке на кону часто бывает человеческая жизнь. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Монсукульский район. Представители Муфтията и фонда Инсан побывали в Республиканской клинической больнице, где в онкоотделении проходит курс терапии 9-летний Рамазан. У мальчика тяжелая судьба. Воспитывает его одна бабушка. Разумеется, оставляет желать лучшего и материальное положение маленькой семьи. Выяснилось, что у ребенка нет элементарной одежды. Представители благотворительной организации взяли ситуацию под контроль. Подробности в сюжете Айш Тухаевой. На стене фотографии детей, которые вылечились. Лица тех, кто не выжил, в сердцах каждого медработника. Они помнят их, сколько бы лет ни прошло. 10, 15, 20. До сих пор утирают слезу, вспоминая детей, которые уже больше, чем свои. А ребенок, попадающий в онкоотделение, проживает изолированную жизнь наедине с болезнью. Он оторван от школьного коллектива, детского садика. Он постоянно окружен этими проводами, всякими дренажами, капельницами. И ему приходится привыкать и жить в таком состоянии 2 года, когда мы боремся. И поэтому, конечно, когда попадают в наше отделение такие детишки, у которых неполноценные семьи. Или же родители разводятся, когда узнают, что ребенок заболел таким тяжелым заболеванием. Многие папы бросают, таких женщин уходят. Это большое горе. И это малышу очень тяжело. Максимальная поддержка и тепло – то, что необходимо таким детям. Материнская любовь и забота не достались Рамазану, пациенту, отделения. Даже когда в жизни появился страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз, мама не была рядом. Она не отвечает на звонки, где она, как она живет, что с ней происходит, не знает никто. Она была 2 дня здесь. И из-за того, что она оставляла этого ребенка и уходила из клиники, и все это делалось по ночам, я ее поругала. Очень сильно пригласила к себе в кабинет, и очень жесткий разговор был. И когда Рамазанчик узнал о том, что я поговорила с мамой так, он зашел ко мне и говорит, «Не ругай всю мою мамочку, я ее очень люблю». Скучаешь по маме? «Не плачу». «Не плачу, не плачу, не плачу, не плачу. Плакать можно, плакать не страшно». «А чем ты начинаешь, скажи, пожалуйста, Рамазан?» «Когда говорю, что хочу ручом стать». Когда ему было 2 года, родная мама отдала его в детдом. В 4 года бабушка забрала его домой. Не вынесла слез мальчика, который плакал и просил забрать его. Каждый раз, когда она навещала, прожить на бабушкину пенсию вдвоем нелегко. Поэтому, когда Рамазан оказался в больнице, у ребенка не было даже самого необходимого. Завотделением связалась с благотворительным фондом «Инсан», чтобы мальчика, у которого есть только старенькая бабушка, взяли под опеку. «Хочу сказать огромное спасибо благотворительному фонду «Инсан», который помог этому ребеночку, дал энную сумму. И мы с этими деньгами пошли с ним покупать одежду. Когда мы шли, он мне говорит, можно я бабушку с собой возьму? Я говорю, Рамазанчик, пожалуйста, конечно, если хочешь, давай возьмем. А она говорит, я же не могу Рамазан, у меня ноги, я с тобой не поднимусь. Я говорю, а почему ты хочешь Рамазанчик бабушку брать? Я стесняюсь. Я говорю, кого ты стесняешься? Я говорю, Рамазан, я тоже бабушка. Считай, что я твоя бабушка. Пойдем, пойдем. Ну, вот пошли мы в магазин. Я ему говорю, Рамазанчик, ты выбирай. Вот, все, что ты пальцем покажешь, я тебе куплю. Вот он показывал, мерил, одевал, столько счастья было. Он говорит, я так давно мечтал хорошо одеться, говорит, моя мечта сбылась. Вот его, столько счастья было в его глазах. Он такой теплый, такой ласковый ребенок, честно. Заместитель муфтия Республики Дагестан вместе с генеральным директором благотворительного фонда «Инсан» решили поддержать мальчика. Посетили его в больнице, принесли ему подарки и рассказали о том, что в скором времени его ждет радостный сюрприз. Рамазан с очень большой благодарностью принимает столь редкий в его жизни дар, заботу. Просланник Аллаху, алейиссаляту вассалям, говорил, «Тагаду, тахабу» – вы дарите друг другу подарки, тогда вы полюбите друг другу. Также пророк, алейиссаляту вассалям, говорил, что из самых таких любимых деяний ко Всевышнему Аллаху – это радость, которую ты приносишь в сердце верующего человека. Вот мы тоже решили немножко обрадовать нашего Рамазана, сделал небольшие подарки, и чтобы Всевышний помог, облегчил и истерил его. Сейчас у него быстрее выздоровление пойдет. У него машинка, сейчас смотрите, какая игра хорошая. Ты же любишь сюрпризы, Рамазан? Сюрпризы. Вот четверг мы тебе еще сюрприз один сделаем. Это никто не знает, только я знаю. Хорошо? Ты будешь ждать? Ну, вот видишь, как молодец. Потом, когда соберешь машинку, нам тоже покажи ее. Хорошо? У тебя все впереди, все будет хорошо. Не расстраивайся. Ну, очень приятно, что все беспокоятся. И в заключение о спорте. Сборная Дагестана по 3D-стрельбе из лука стала обладателем Кубка России, прошедшего в Бурятии. После четырех отборочных этапов розыгрыша турнира в финал попали 24 лучших участника со всей страны. Из них пятеро – дагестанцы. В командных соревнованиях победу праздновали представители спортшкол Миноборнауки Республики и Узден. Это Магомед Касум Иман Алиев, Магомед Ариф Мирзаев и Рамазан Амаров. К соревнованиям спортсменов готовил Джамал Махтибеков. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях. И до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин